традиционным русским не только русским инструментом вот сейчас мы слово предоставляем нашему специалисту из города Ярославля вот он много лет уже десятков занимается с разными музыкальными инструментами непосредственно с традиционной музыкой он связан тоже много лет уже больше десяти вот и собственно вот слово предоставляется Алексею он сейчас расскажет вкратце поскольку у нас есть огромное количество инструментов которые мы не можем представить такие как валынка у нас сейчас не представлена тоже один из русских инструментов традиционных вот ну в общем дядя Леша здравствуйте как всегда первый вопрос какие инструменты вообще знаете традиционные бояны традиционные не русские я все время всех подлавливаю на гитаре гитара не русские она пришла к нам разве что она поменяла модификацию семиструнка наша гитара но уже позже конец девятнадцатого начало двадцатого века гитары изначально не на балайку наверно все знают гусли наверно все знают а как выглядят многие видели есть такие большие гусы есть такие маленькие в данном случае маленькие завтрак привезем еще большие гусы есть побольше здесь здесь больше для детей рассчитано кто знает в каких областях в каких областях гусли были где-то на Дону наверное изначально пошли откуда две области основные в которых наиболее развиты были новгородской и псковской области да там бытовали инструменты также вот новгородцы заселяли потом вот вологодские земли и поэтому гусли и вологодской области были кирской сожалению пока не могу найти подтверждение что ярославской области тоже были хотя вокруг везде были лайков и все наверно знаете у которой там музыка как там строй академический там две страны одинаково настраиваются эти в интервал а здесь в чем в чем секрет и преимущество до русской традиционной культуры здесь все уже заранее люди подготовили чтобы было проще и легче тому же музыка русская она не сложна как вот европейская какими-то аккордами сложно на простая здесь сложность в другом здесь под эти инструменты что он плясали и сложно всегда ритмическое разные вариации ритмических рисунков в этом сложность русской музыки а в остальном у аккорда уже здесь есть в этой голове уже можно даже на одном аккорде уже ансамбль это делать не меняя даже ну еще еще два добавляет это что это за деревня это что это за село запоминайте частушки то будете потом петь а собралось народу внука и гуляйте весело вот на самом деле вот форму это балалайки мы знаем от ученого андреева который именно не найдя подтверждений в традиции как выглядела балалайка вывел свою свои чертежи и создал оркестры целые разных размеров вот а на самом деле традиции мы предполагаем как фольклористы что любой формы балалайка могла быть даже вот знаете дом рода круга то есть по идее то тоже русского лайка было то что они люди вот как они еще угодно из куска дерева брали и как им на душу пришлось так и вытачивали без всяких чертежей без всего поэтому форма могла быть любая форма хоть форма ложки кстати сейчас мы до нее доберемся до псков-новгород это у нас гусле балалайка это уже юг и центр россии мы пока что идем по югу вот переходим до духовым а именно свистковым на юге у нас смоленск курск вот эти эти территории там преобладали свистковые инструменты сами это инструмент называется калюка калюки на самом деле в данном случае у меня упрощенный вариант я уже сюда сделал внутрь свисток пыш на самом деле туда язык вставляется делать пустая и отверстие туда и вместо пыжа мы язык подставляем внутрь и его направляет воздух а чтоб каждый раз не искать это положение еще в слюни все вот это сделал пыш и там и во вторых чтобы можно было на двух играть когда язык на двух одновременно не сыграет вот так с пыжами можно а с чего они сделаны а с чего они сделаны ну в данном случае я из пробки делаю обычно вот винное поэтому я их собираю и все и вот вчера пришлось в два ресторана зайти заехать мы у нас дома вина нет вообще никогда никакого поэтому приходится собирать улюрей это все вот свистковые инструменты заметьте да здесь отверстие нет здесь звук меняется за счет того что мы меняем размер сто ширины ствола пол отверстия зажимаем и соответственно выше ниже как и у свирели которым мы сейчас перейдем путем передува идет кстати блок флейта также она устроена тихий звук посильней еще сильней и насколько инструмент уже возможно высоко путем передува дальше конечно любая любая инструментальная культура она развивалась соответственно людям мало было вот что тут три звука до кого условно говоря начнет поинтереснее мелодию поинтереснее да и уже придумали дудочку дали свирели называть свирель пыжатка потому что слышу вот это вот это который вставаешь свисток образы звать пыж уже мелодию можно играть одному то всегда скучно на ансамбль он не может один в этом невидимым языка может так парочка играть то есть меняется у одного только инструмента мелодия а благодаря тому что меняется происходит интервалы то есть мелодия здесь идет и за счет этого меняется интервалами поэтому происходит интерес такой интересная вещь вот так же вот в курской области делает именно девушки играли вот такие инструменты как кубик вы кубик вы слышали да я так просто экспериментально сделал тоже из этих из пластика если вам будет интересно думаю что в ю тубе полно разных записей где девчонки даже девчонки уже молодые играют на таких кубичках как они еще называются и они поют и между между звуками все голос вставляют свой там почти не определишь сначала голос звучит или кубику то есть они сливаются с этим тембр тембром как интересно вообще вот это что снимаю еще одна колюка да я на месте не стоял у нас в новосибирской области есть артель который делает колюки из металла мне одни на раздали просто попробовать думать овы и покупать у них если может попробовать самому более сам делаю да пил кусок трубы она конечно когда я сделал было позвонче сейчас вы что он в деревянной свойственную температуру от разных условий со временем он ужимается надо подтачивать тогда он поярче будет обмотал красивой ниточкой еще чем не понравился металл здесь такой звук он разглаживается расстраивать и не гартона призвуки слышите вместе со звуком призвук идет это бертона называется движемся дальше ближе к центру поскольку духовые инструменты как правило они все использовались где изначально ну охота тоже но это не на охоту не все время ходили а каждый день что делали пасли это все пастушьи инструменты все все секрет в том что допустим на юге свистковые а у нас амбушюрные сейчас мы дойдем до них тоже просто приучали коров или какую скотину пасли еще может лошадей определен звуку определен мелодия если мы допустим сейчас третьим пастуха да сейчас уже не по сути с рожками или со свирелями лошадь кнут пастуху приходится за столом и управлять им бегать года четыре назад здесь это было стадо там в конце там сам я вот этот рожок испытал как раз и они ко мне пошли сюда я просто перестал играть и подумал что сейчас мне просто этот пастух наваляет то что я у него стаду на самом деле сейчас мы попозже ярославский вот тверские рожки и вы наверно слышали слово жалейка кто-то уже называл что почему приучают к определенному звуку просто они же знают хозяина во вторых в стадиях каждом стадии коров особенно есть из вожак потом привыкает он идет запуск на звук все стадо за ним самом деле тоже животные не настолько глупы как мы должны на самом деле они инстинкт просто если каждый день животное играть одно и то же да он же начинает соотносить с тем что происходит что его выгоняют в это то время они запоминают в какое время уже в них биологические часы работают здесь уже не свистковый инструмент здесь уже пищи тростевой да я постараюсь не вынимать пока он вынимается потом его опять не настраивать подстройки искать положение на самом деле играли вот так изначально внутрь надо называется он тверской разу все знают жалейка да но на самом деле там одна буква выпала она была не жалейка жулейка потому что вот эта часть которая со отверстиями ствол сам назывался жулейкой жулейкой не знаю что на самом деле старинные слова не совсем означают то что мы себе представляем зачастую слова смешные определение раз серьезнее чем мы думаем вот вот это инструмент мой эксперимент я его делал жизнь бамбука сахалинского вот из этого бамбука у нас ярославль растет прям в центре города ну и на пустыре где живу у нас вот это уже настоящий мастеровая заказывал в воронеже мастер настоящий вот это уже полевая можете уши затыкать это как раз чтобы далеко за стадом не ходить она есть далека услышит а вы что сразу противный такой звук далеко пронзительный звучит да есть в тверской области такой село зубцы называется почему зубцы инструмент поэтому у них называл называется и назывался зубец потому что они вот эта трость кроме того что в рот убирали они еще зубы ставили вот сюда у меня будет слышней понятней чем здесь здесь же металлический пищик деревянный изначально традиционные инструменты были все из дерева естественно позднее уже стали появляться материалы чувствуете разницу да в звуке зубы ставишь и звук начинает зубы резонировать таким образом звук ярче становится позднее уже стали придумывать такие колпачки во-первых наверное чтобы трость сохранить во-вторых чтобы можно было как и на многих духовых инструмент я сам по образованию трубач я на трубе давно не играю я пришел на эти свисковые на русские народные инструменты вот нас учили что чтобы мелодию играешь когда ритм надо языком говорить слога т т т т д д д д то есть когда трость внутри невозможно это делать либо это делать уже как горлом что вот очень довольно неприятно а здесь уже колпачок поставил все зависит от той музыки которая относится к данной эпохе которую ты исполняешь допустим если старинную музыку играли там колпачок не нужен они играют чисто вот на вот это а уже более поздние наигрыши они требуют это атаки буквы т т т т и вот мы как раз приближаемся к нашему дети сюда вот из каких областей приехали вот не рядом с нами мне близких не туда иваново владимир нет это инструмент нашего региона это гордость пастуший владимирска песеный рожок именно к нему вот это название она так и привязалась в владимирской значит она с владимира пошло вот и распространилась по всем ребенок кострома иваново то есть вот ближе ближайшие нашей области здесь пасли и что самое интересное наиболее звук то самого наиболее близок по природе уже коров слышали здесь есть похоже я вот это и делал здесь и она по я не пошли и они пошли они на меня пошли уже туда ходили самый туда на полянке далеко далеко проходили мне эту историю рассказывал мой друг неревский рожечник сергей киселев когда они восьмидесятых также на фестивале и там было такой этот типа не корабль до помост такой на воде плавал и они там увидел их снимали там телевидение они играли там и коровы то они как пока играли ты коровы таких не воду уже начали заходить на этот звук услышали свое родное не генетическая память видимо есть потому что ну давно уже не пасут и вдруг раз и сработало это средний то есть вы знаете да любой инструмент он имеет классификацию по размеру так же и духовые все медные духовые а какие медные духовые принцип извлечения звука у него трость деревянная поэтому считается деревянным не по не потому как из чего сделан инструмент определяется деревянный он или медный а потому как звук извлекается медных медных духовых у них ничего нет у них один металл и звук происходит вот здесь так так же как вот здесь кстати виражок нему штук также как у трубы даже не почему и было проще я бы может и не научился бы на рожке никогда на трубе не играл но как сергей сказал тебе горит уже по традиционному будет учиться сложно потому что тебе поставили губной аппарат на трубе и ты уже губы подгоняешь а там по традиции учат передумом просто приставил и меня даже не получится просто свободно свободно парад стоит просто приставил и играешь ничего не подстраиваю как умею так умею но я играю как меня учили в нерехте я сам оттуда родом несколько раз и друзья мои вот там играют на бок владимир играет владимир играют прямо как на трубе а в нерехте вот что самое интересное есть такое выражение нерехские рожечники да вот и в нерехский рожечный ход и мы общались с ними когда сергеем он говорит вот такая интересная вещь нерехские разжечники вроде бы мы в нерехте да владимирский песен рожок а в владимирской области есть поселок нерехта вот откуда пошло нерехские разжечники это наши или владимирские все-таки это спор спорно и по-разному их делают вот это не в нерехте делать траве по традиционно из двух половин берется полено разрубается вдоль вытачивается канва отверстие конусовидное на самом деле выточить довольно сложно чтобы звук в принципе появился у мастеров у них из поколения в поколение лекала передавались такая дощечка уже выточены изначально один раз сделано и они по ней точили проверяли четко в канал вкладывается значит все нормально из двух половин склеивают склеивали изначально клея не было же хлебным мякишем скрыли а сверху это уже береста ее распаривает наматываешь и она начинает потом засыхая сжиматься и тем самым скрепляет и это довольно большую роль сыграла в том чтобы инструменты дольше жили то есть раньше они никогда не обматывались они со временем иссыхались а здесь берешь горит бересту если она сносилась меняешь просто бересту рожок как на вот это полубасок бывают басы большие вот чтоб такой полубасок сделать это полубасок средний вот визгунок вот интересно да у людей жизнь была поле то что делали до выходит на целом на лесу раз как и целый день сидят на самом деле нам нам врут что в деревне всегда пили самом деле в деревне не пилит уже позднее советское время раньше вот до революции люди надо было в поле делать они вот всякие разные все что природа давала инструмента все что росло под ногами из всего всего делали вот в мое детище из гамбука это экспериментальный с трех частей но ты была целью что-то восточное кто-то восточное да такое сделать так снова вернемся мы новгородским инструментом кто может мне сказать скрипка он родственник древний до русской скрипки знаете что было еще русская скрипка итальянской как принято на самом деле я делаю чем больше занимаюсь традиционной культурой и вообще музыкой в целом я не только традиционной русской культуры занимаюсь я делаю выводы что разные типы инструментов похожие у народов были просто не было ни интернетов и это не узнать было у кого какие там есть в аулах где-то похожие инструменты на наши да так же вот и скрипка но скрипка мы знаем что там итальянскую не такие завитушки идут а у наших просто простые делали восьмеркой кстати восьмерка до бесконечности для народа это было сакрально думаю что это как-то связано тоже называется этот гудок гудок самом деле в восьмидесятых годах первым первым рассказал сделал раскопки в новгородской области в новгороде по ветке честь него есть в новгороде фестиваль вот он сейчас он в разное время идет летом он сейчас помогет в июне словиша называется там съезжают со всей россии футболисты гуслеры в основном вот он раскопал и по каким-то из разных частей восстанавливал инструменты по фотографиям каким-то по куски когда складываешь что-то вырисовывается да этот кусок нашел этот вот заметьте да что на нем играют вот вертикально то есть напоминает что виланчель тоже на самом деле инструмент очень противно звучит но если на нем играешь в ансамбле лучше круто заполняет что придает вот этой вот нашей русскости русского звучания похожего на другой и вот про этот инструмент он не назовет а еще самое главное по да по кнопкам количестве кнопок определяется баян или гармонь здесь два ряда не больше то что больше баян есть три ряда и 5 уже большая кардион это уже не наш инструмент австрийский хотя ведь сама система пришла к нам и оттуда из европы и завтра но наши люди то они же умельцы и все упростили не сделает простой для русской культуры инструмент а мы и механику упростили гораздо баяны и кардионы там сложные все открытие открывал я я ремонтировал сам гармошки я понял что я не полезу в баян там гораздо сложнее и больше количеством и просто вопрос еще подлезть еще сложнее все нет косучего принесли ян косей не играл никогда не косы никогда не было либо использовали либо косу либо заслонка знаете что такое заслонка вы изучали уже печку здесь не как будто возили туда как нажитоте такой звук этот вы наверное смену знаете да музей он похож на название наших денег завтра еще нам привезут большие гусли так можно будет на большие гусли посмотреть и скрипка будет итальянская есть контакте есть когда будете есть там группа гудок скрип гудок русская скрипка так и есть сообщество великолепный специалист дмитрий рамонов он живу с гусляра и меня на гуслях учил по русскому фольклору я считаю глубоко копает как культуролог можно сказать как археолог глубоко очень находит источники рекомендую вот если что-то нужно узнать вот в общем а что дальше у нас сыграть а сыграть сыграть на баловой я знаю что открытую струну для аккорды и извините а сыграть или с гинку а а а а он с он на Ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Бойся ты, бойся. Ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ну блин, ну sensational! Вот совсем недавно. По улице пошу рукой, Христос воскрес15 на Божий, По траве муравьевому зелёна Христос воскрес15 на Божий. Там шли брели валачобнички, Христос воскрес15 на Божий. Валачобнички и кушнички, Христос воскрес15 на Божий. Анна Александровна говорила нам, сколько мы здесь должны быть, нам не сказала. Ну, давайте. И они куда-то делись тоже. А можете играть на гармону? Да, мы послушаем. Ну, вы еще и вечером послушаете. Сегодня будет у костра, тут еще будут песни. Да, раньше. А у вас еще вечерки не было, да? Сегодня будет первый раз. Конечно же, там, в 20 век это уже, конечно, повсеместно, уже гармония везде была, потому что Советский Союз. Удобный инструмент, потому что в нем здесь и ритмы, и басы, и мелодия, все в одном, никто больше не нужен. Да. Сразу же плясать охота, да? Да. Да. Ну, провались. Молодец Алопани. На доске останусь. Да смело и не расстанусь. Уху! Вот. Для гармошечной игра она еще отличается от баянной organisation. Баянная школа, она вообще основана вся на академической школе. То есть у нас в советское время поменяли все, все традиционное, постарались выхолощивать и заменять это все с точностью до наоборот. То есть я сам успел поучиться и в классическом училище музыкальном, где нас учили все время на сильную первую долю играть. А в традиции стал заниматься, все на вторую наоборот. Потому что, почему на вторую? Вот вы еще будете плясать учиться здесь у вас впереди, будут занятия. Потому что под каблук все время играет. Нога пляшет, она умпа, умпа, умпа. Отскок каблука от земли, да? Пога. Все время подчеркивает. И все очень коротко и топорно. То есть если баян у нас весь такой растягивается, такой красивый такой, тянучий, то русское оно же все такое, как мужик с топором, да? Раз, два, а, о, а, два, два. То есть сама ассоциация, она уже должна наводить на то, как играется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Были также не только плесовые, были среднего темпа. Допустим, мы тоже будем это здесь с вами проходить. Парни к девкам, допустим, идут по деревне. Там не обязательно, что идут с какими-то веселыми. То есть тоже, когда, например, идут в Костромской области, допустим, в Костромской области, в Костромской области, в Саранском районе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, дядя, ты закончил? Да. Я уже давно закончил, я вас учу. Спасибо. Спасибо.